Польско-литовское вторжение Осада, знаменитая осада Троица-Сергиевого монастыря, начинается 23 сентября 1608 года. Сапега и присоединившийся к нему Лисовский со своими также 15 тысячами в общей сложности имели 30 тысяч бойцов, профессиональных воинов. Поляков, казаков, некоторое количество россиян-изменников, которые заняли все высоты у монастыря. Сапега и Лисовский обратились к воеводам и жителям монастыря с требованием сдаться. Но никто в монастыре не хотел покоряться самозванцу. С 3 октября в течение 6 недель поляки палили из более чем 60 пушек, стараясь разрушить каменную стену. Башни и стены сотрясались, но разрушаться не торопились. Не смогли взять монастырь и приступом. 19 октября защищающиеся сделали вылазку, убили многих поляков и казаков. 25 октября ночью поляки вновь попытались штурмом одолеть защитников монастыря, но опять ничего не получилось. Противник начинает вести подкопы под стены монастыря. 1 ноября при очередном штурме 190 защитников было убито, некоторые попали в плен. Несколько ядер упало в монастырь. Одно из них угодило в большой колокол, другое разбило старинные иконы. Бои продолжались. Русские взяли важного языка, который рассказал, где ведутся подкопы. И 9 ноября 1608 года за три часа до рассвета воеводы с войском тихо вышли из монастыря и ударили по полякам в тех местах, где велись подкопы. Состоялась кровопролитная битва. Более полутора тысяч человек было убито только со стороны поляков. Какое-то количество было убито казаков. Инаки сражались везде впереди всех. О победе сообщили в Москву. Наступает зима. Но к полякам подходят свежие силы. Начинается второй этап осады. Осажденные шли на неприятие без латы шлемов, не имея навыков и знаний ратного дела. Но шли мотивированно, шли в бой смело и побеждали. Предстояло еще одно трудное испытание. Монастырь не имел топлива, не имел дров прежде всего. А неприятель подстерегал дровосеков и убивал их. Осажденные едва не лишились воды. Поляки, изнуренные тщетными усилиями и холодом, покинули окопы и перебрались в землянки. В монастыре же начинается цинга. В день умирало от 20 до 50 человек. Из Москвы на подмогу прибыл небольшой отряд. Это воодушевило русских воинов, а также иноков и всех обитателей монастыря. Но силы осажденных все равно таяли. За 5 или 6 месяцев осады в монастыре умерло почти 300 старых иноков, 500 новопостриженных и почти 2200 детей, боярских детей, стрельцов и казаков. Сапега знал, что защищающихся осталось мало. И он решился в третий раз пойти штурмом на монастырь. 27 мая 1609 года в стане поляков поднялся шум. Все обитатели монастыря вышли на его защиту. Уже наступила ночь, но враг не показывался. Вдруг с Красной горы грянул пушечный залп. Неприятель с криками ринулся в бой. Готовые к смерти защитники монастыря уже не боялись ничего. Без страха и смятений каждый делал свое дело. Стрелял, колол, метал камни, лил зажженную смолу, серу, вар, известь, отбивая щиты и лестницы от стен. Приступы возобновились до самого утра, но успеха не имели. Польское войско было вынуждено отступить. А начинается польско-литовское вторжение как раз вот после того, как успеха три раза не имели попытки взять Троица Сергия в монастырь. Теперь Сапега больше не нападает, как раньше, а ждет событий в Москве. А столица также тем временем была в осаде. Не смыв взять Москву и одолеть Троица Сергия в монастырь, Лжедмитрий II послал отряды с изменниками русскими и поляками к Суздалю, к Владимиру и другим северным городам. На сторону Лжедмитрия перешли сначала Суздаль, затем Переяслав-Залевский. Поляки разорили Ростов, где был схвачен митрополит Филарет. Его увезли в Тушинский из танка кузника. Но самозванец встретил Филарета с уважением. Филарет был объявлен патриархом. Город за городом сдавались Лжедмитрию II. И Владимир сдался, и Углич, и Кострома, и Галич, и Вологда, и многие другие. Сдавались именно те города, откуда Василий ждал помощи. Василий Шуйский. Шуя, наследственное владение предков царя Василия Ивановича Шуйского и Кенешма были разорены поляками. Неприятель покорил Тверь. Отряд легкой конницы поляков вступил в Белоозеро, где издревле находилась часть царской казны. Ярославль сдался при условии не грабить церквей, домов и лавок, не бесчестить женщин. Город послал в Тушинский стан 30 тысяч рублей и дополнительно обязался снарядить тысячу всадников. Псков же сдался врагу и вовсе без боя. Шуйскому остались верны только Колумна, Переяславль-Рязанский, Смоленск, Нижний Новгород, Саратов, Казань и сибирские города. Миновал 1608 год, наступил 1609. А Лжедмитрий II стоял, как и прежде, в Тушине. Наконец, на помощь ему открыто пришел польский король Сигизмунд III Ваза. Поляки хотели возвратить себе когда-то принадлежавшие им земли Смоленск, Новгород, Северский и другие города. Границы России были открыты, сообщения между городами прерваны, а войска рассеяны. Царь, находясь в осаде, был бессилен что-либо предпринять. Однако, если Сигизмунд шел на Русь за легкой добычей, то он глубоко ошибся. Первая удача пришла под Колумной, где царские воеводы, князья Семен Прозоровский и Василий Сукин, разбили польский отряд. Вторичная Колумна была защищена от самозванца силами зарайского воеводы, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. В других местах царские войска тоже одержали несколько побед. Нижний Новгород был осознен мятежниками. Мордвой, Черемисами, которым присоединился отряд тушенцев во главе с князем Семеном Вяземским. Горожане сделали вылазку и наголову разбили осаждающих. Плен взяли изменника Вяземского, которого немедленно казнили. Нижегородцы не ограничились освобождением своего города. Они выбили поляков из Балахны и других городов. Восстали также жители Юрьева и Гороховца. Осажденная Москва не знала об этих важных событиях. Царь Василий Иванович отправил послания к северные города, в Галище, Росславию, Кострому. Эти послания имели все-таки некоторое воздействие. Крестьяне восстали первыми, их поддержали горожане. Началось массовое сопротивление захватчикам. Тем временем в Москве росло стихийное возмущение народа. Требовали изгнания Василия Ишуйского с царского престола, приписывая ему все невзгоды России. 17 февраля 1609 года в Москве зазвонили колокола и толпы народа собрались у лобного места. Известные военачальники, князь Роман Гагарин, воевода Григорий Сунбулов и дворянин Тимофей Грязной в открытую предлагали убрать с престола Василия Ивановича. То есть начинаются, по сути дела, бунты против царя Шуйского. Это, конечно, очень опасные для России времена смуты. Лжедмитрий II все же хотел взять Москву решительными действиями, которые он предпринял. Вскоре в столице начался голод. Все кричали, мы гибнем от властчастного царя, от него кровопролитие и голод. Народ требовал хлеба. В это время князь Гагарин с повинной возвратился к Василию Ивановичу. Он сообщил царю, что Тушинский стан находится в сильном волнении. Там прошел слух, что в Москву возвращается Михаил Скопин-Шуйский со шведским войском. Согласно договору России со Швецией, последняя выставила 5000 наемного войска. Это войско пополнилось также французами, немцами, ирландцами, финнами. Общая отчисленность наемных воинов составила 10 тысяч человек. 26 марта 1609 года эти наемники во главе с 27-летним полководцем Яковом Делагарди вступили в Россию. На границе союзников встретили 2000 россиян, которыми командовал 23-летний князь Михаил Скопин-Шуйский. Сводные войска двинулись из-под Новгорода к Москве. Поляков прогнали из Старой Усы, из Каменки, из Порхова, Торопца, Торжка. Русское войско значительно усилилось в Торжке. Местный воевод привел к Михаилу 3000 боярских детей и земледельцев из Смоленска, усмирив по пути Дорогобуш и Вязьму. Поляков выбили из Твери, которая была наполовину сожжена и завалена трупами. Таким образом, князь Скопин-Шуйский за два месяца очистил все земли от Новгорода до Москвы. Он вскоре надеялся освободить и Подмосковье. Но тут взбунтовались наемные войска Делагарди, требовавшие денег. Делагарди вынужден был уступить мятежникам. Наемным войскам выплатили солидные жалования и только тогда они согласились продолжить поход. Сапвега стоял еще под Троице-Сергиевым монастырем. Его войска были укреплены людьми Лжедмитрия. В монастыре оставалось не более двухсот защитников. Они с нетерпением ждали Скопина-Шуйского и шведских профессиональных воинов, наемников. Вскоре у города Калязино произошло крупное сражение объединенных войск с поляками. Русские оттеснили неприятие, но и Делагарди вынужден был отойти к границам, так как его войско снова взбунтовалось. Вшли переговоры, Скопин-Шуйский решил отдать шведам Кексгольм и заплатил им дополнительное жалование. Прошло еще шесть недель. Русские войска усиливались за счет притока новых воинов. Лжедмитрий II хотел взять Москву решительными действиями, но его отряды были разбиты на подступах к столице. Воевода Петр Шереметьев доложил царю, что от Казани до Нижнего Новгорода он освободил русскую землю, и штаблист Юрия Апольского, Юрьевца, он побил Сапегу и мирно вступил в Муром, взял Касимов. Жители Владимира снова присягнули законному царю. По всей России собирались полки и отправлялись к Москве. Но Лжедмитрий также набирал новые силы. Самозванец все еще имел шестидесятитысячное войско и контролировал значительную часть России. В Москве продолжали голодать, не хватало хлеба, снова начинается волнение. Некоторое успокоение пришло, когда доставили в столицу письма Михаила Скопина-Шуйского, в котором он сообщал о своих успехах. Русские войска освободили Переяслав-Залезский, а 26 сентября 1609 года поляки оставили Александровскую Слободу. В Москве начали свободно поступать продукты из Переяславля, Владимира и Колумны. А в Слободе Скопин-Шуйский собирал мощные войска для решительного сражения с поляками. В войске князя Скопина-Шуйского, кроме шведов, уже было 18 тысяч и русских воинов. Но пока Скопин-Шуйский собирал силы, поляки осадили Смоленск. Это были уже не отдельные вооруженные отряды, а многочисленные регулярные войска. Город мужественно защищался, но помог полякам и организованный ими штурм. Весь обступление войск Сигизмунда в Россию встревожило не столько Москву, только Тушино. Многие города, захваченные Лжедмитрием, перешли таким образом к полякам. Лжедмитрий оказался в труднейшем положении. Между поляками из Тушинского лагеря и самозванцем в связи с вторжением Сигизмунда возник конфликт. В Тушино начался бунт. Самозванец 29 декабря 1609 года переоделся в крестьянское платье и со своим шутом сбежал из лагеря. Только на рассвете Тушинский стан узнал об исчезновении мнимого Дмитрия. Позже Лжедмитрий II обосновался в Калуге. Из Тушино отправилось посольство к польскому королю Сигизмунду. Изменники предлагали корону страны юному польскому королевичу Владиславу, сыну Сигизмунда. Изменники предлагали эту корону неспроста. Имели свои интересы. И предложение со стороны Сигизмунда было принято. Города Ржевизубцов признали нового царя, а на Смоленск не признал его. Тем временем войско Скопино-Шуйского все увеличивалось. К нему пришли еще 3000 шведов из Выборга и Нарвы. А 12 января 1610 года Сапега вынужден был снять осаду с троица Сергиевого монастыря. Там оставалось совсем немного полуголодных и слабо вооруженных воинов. Поляки отошли к Дмитрову. Защитники рековали. В 16 месяцев поляки безуспешно осаждали монастырь. Не так и не смогли его взять. Князь Иван Куракин с россиянами и шведами догнали поляков под стенами Дмитрова. Состоялось кровопролитнейшее сражение. Сапега с остатками войск бежал в Калугу, чтобы присоединиться к Лжедмитрию. С уходом Сапеги опустел и Тушинский стан. Кто ушел к полякам, кто к самозванцу. Иные подались в Москву. В Тушине никого не осталось. А в течение 18 месяцев здесь было многолюдно и шумно. Тушина боролась с Москвой, величаясь царским именем. Сапега встал на берегах реки Угры. Воевода Лисовский с изменниками, атаманом, просоветскими, казаками, еще некоторое время стоял в Суздале. Но весной 1610 года они ушли оттуда, в мятежный Псков, разграбив по пути ряд монастырей. Спасибо за внимание. На следующем занятии, видеоуроке 152, мы с вами изучим тему гибель полководца и армии. До свидания. Продолжение следует...